В эфире телеканала СТС Ужевск, программа Светофор. Здравствуйте! С наступлением теплого времени года дети сменили санки на велосипеды. И сегодня в детской рубрике Светофорчик Аня и Жан расскажут всем ребятишкам о правилах дорожного движения для тех, кто катается на велосипеде. С вами Светофорчик и я Аня. И, конечно же, я Жан. Аня, а ты умеешь кататься на велосипеде? Да, а ты? Я тоже. Аня, а ты знаешь, чтобы кататься на велосипеде, надо знать правила дорожного движения? Расскажи мне и ребятам. Наступило лето и на улицах города стало много велосипедистов. Хочу предупредить, что кататься можно только там, где ты не мешаешь прохожим. И самое главное, не выезжать на проезжую часть. Смотреть вперед, чтобы не столкнуться с другими участниками движения. А еще велосипедист должен выучить, что обозначают дорожные знаки. Например, знак «Велосипедная дорожка» разрешает движение велосипедов. А и знак «Движение на велосипеде запрещено». Значит, в этом месте кататься нельзя. Аня, а на каком велосипеде катаешься ты? Я учусь кататься на двухколесном. Старайся быть поблизости с родителями. Ребята, а если вы катаетесь на двухколесном велосипеде, то сначала вы улучшите правила дорожной безопасности. На сегодня это все. Увидимся в следующий четверг. Пока, ребята! Завершилась акция ГИБДД «Внимание, дети». Но работа госавтоинспекции на этом не заканчивается. Этим летом во всех оздоровительных детских лагерях Удмуртии будет проведено мероприятие «Дни безопасности». Этим летом в пришкольных и загородных оздоровительных лагерях Удмуртской республики отдохнут 119 тысяч ребят. Сотрудники госавтоинспекции МВД по Удмуртской республике планируют побывать в каждом лагере, где проведут профилактические мероприятия «Дни безопасности». Главная цель мероприятий – закрепить у детей навыки безопасного поведения на дороге. Еще раз напомнить, как правильно переходить проезжую часть, какие меры безопасности нужно соблюдать при проезде в общественном транспорте. Напомнить требования правил дорожного движения для велосипедистов. В двух детских оздоровительных лагерях такие мероприятия уже провели. И еще одна важная информация – с 1 июля этого года вступают в силу поправки в правила дорожного движения, касающиеся ношения светоотражающих элементов одежды. Согласно новой формулировке, световозвращающие элементы обязаны иметь те пешеходы, которые переходят дорогу или передвигаются по обочине дороги вне населенных пунктов в темное время суток. В России изменились правила принудительной эвакуации автомобиля. Все подробности в нашем автодайджесте. Если человек забыл дома водительское удостоверение, он может не беспокоиться за задержание транспортного средства. Только штраф в размере 500 рублей. Вторая поправка указывает, что эвакуация автомобиля возможна только в том случае, если водитель оставил его под знаком с дополнительной информационной табличкой, сообщающей о том, что работает эвакуатор. Поправка вступит в силу через два месяца. Помимо этого, отныне закон предусматривает, если водитель появился на месте до того, как эвакуатор тронулся с места, автомобиль должны вернуть. А должностное лицо при этом должно находиться на месте до того, пока эвакуатор не уедет. И еще одна поправка. На парковочных местах, предназначенных для инвалидов, могут стоять только те автомобили, которые перевозят людей с ограниченными возможностями. На машинах обязательно должен быть соответствующий знак. В том случае, если подобная табличка на авто будет установлена незаконно, водителя будет ждать немаленький штраф – 5000 рублей. Я спасался от бомбежки. Именно такое объяснение услышали сотрудники госавтоинспекции, задержав очередного любителя выпить за рулем. Об остальных происшествиях, произошедших на этой неделе, расскажет майор полиции Павел Шахторин. В период с 10 по 16 июня на дорогах Удмуртской республики произошло 30 дорожно-транспортных происшествий с пострадавшими участниками дорожного движения, в результате которых 2 человека погибли и 41 получили ранения. Большую часть происшествий составляют столкновения, наезда на пешеходов и опрокидывание транспортных средств. В двух случаях причиной ДТП стало нетрезвое состояние водителя. 11 июня, около 12 часов дня, в Сарапульском районе на 23-м километре автодороги Сарапул-Киясово, поворот на Рябиновку, водитель автомобиля Chevrolet Aviar при движении по второстепенной дороге не предоставил преимущества движения автомобилю КамАЗ, который двигался по главной дороге. В результате ДТП водитель легкового автомобиля от полученных травм скончался на месте происшествия. Его пассажир женщина 1937 года рождения с травмами госпитализирована. 12 июня, около 4 часов утра, на 7-м километре автодороги Водкин-Чайковский, водитель автомобиля ВАЗ-2112 по неустановленным причинам выехал на полосу, предназначенную для встречного движения, и совершил столкновение с грузовым автомобилем МАН. В результате ДТП водитель автомобиля ВАЗ с травмами госпитализирован в медицинское учреждение. Его 18-летняя пассажирка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Для установления наличия в организме водителя объединяющих веществ назначены все необходимые экспертизы. За прошедшую неделю на территории Удмуртской республики сотрудниками госавтоинспекции за нарушения, связанные с управлением транспортными средствами в состоянии опьянения, были задержаны 274 водителя, из них 9 сели за руль своего автомобиля в состоянии опьянения повторно. На Гагарина улице шла война. Все, война поехала, война, все, бомбят хоть что делать, спасите всех. Может, салют это был просто? Нет, стреляли, очень бомбежки стреляли. Бомбежки очень, бомбежки очень были. Госавтоинспекция МВД Плодмуртской республики напоминает, что с 1 июля повторное управление транспортным средством в состоянии опьянения, а также повторный отказ от прохождения медицинского освидетельствования будет грозить виновному лицу уже не административным, а уголовным наказанием. Поездка в нетрезвом состоянии будет грозить водителю лишением свободы на 2 года с лишением права управлять транспортными средствами в течение трех лет. С наступлением сухой и жаркой погоды на дорогах Удмуртской республики увеличилось количество велосипедистов, которые нередко не знают, а порой игнорируют требования правил дорожного движения, что в свою очередь приводит к дорожно-транспортным происшествиям. Часто водителями велосипедов оказываются дети в возрасте до 16 лет. Уважаемые родители, покупая ребенку велосипед, помните, велосипед – это транспортное средство, и источник повышенной опасности. Знание правил дорожного движения убережет вашего ребенка от беды. Не жалейте сил и времени на то, чтобы научить ребенка безопасному вождению велосипеда. Необходимо убедиться, где ваш ребенок может кататься на велосипеде без риска для своей жизни и здоровья. Допуская непоседливать детей, стоит учесть, что в любой момент ребенок может выехать из своего двора и направиться в другу или однокласснику в другой двор. Так, 16 июня около 18 часов напротив дома номер 179 по улице Пушкинская водитель автомобиля Рено мужчина 1989 года совершил наезд на 11-летнего велосипедиста, который неожил и навыехал на проезжую часть перед близко идущим автомобилем. В результате ДТП ребенок получил травму и был госпитализирован. Госавтоинспекция МВД Повдмургской республики напоминает, что детям до 14-летнего возраста запрещено выезжать на проезжую часть. Также запрещено пересекать проезжую часть даже по пешеходному переходу на велосипеде. Переходить дорогу необходимо только пешком. Однако даже подросток, которому уже исполнилось 14 лет, вряд ли осознает всю ответственность и обладает определенными навыками для самостоятельных поездок в городских условиях. Юным велосипедистам не стоит пренебрегать элементарными средствами защиты налокотниками, наколенниками, а также шлемами. Забота и ответственность взрослых это залог безопасности детей. С вами была программа Светофор. Увидимся в следующий четверг. Удачных вам дорог и пусть на вашем пути всегда будет только зеленый свет.